О, а что? В моду опять вошли пятидесятые? Это больше табану. Я про лицо. А больше на нём табана или меньше, возраст всё равно даёт себя знать. Кстати, вам письмо. А почему такое помятое? Его запихивали в почтовый ящик. А я тоже говорю про лицо, про ваше, Константин, лицо. А, мои отношения с Георгом развиваются. О, он мне прислал ключи от своей квартиры. Дорогая Жанна, мы не можем быть вместе. Ты становишься слишком навязчивой. Забери свой ключ обратно. Бедненькая. В вашем-то возрасте пережить первое разочарование в мужчине? С кем же вы теперь пойдёте на церемонию золотой мегафон? Неблагодарный. Неблагодарный. Я так о нём заботилась. Каждое утро на рассвете я приносила ему кофе в постель. По вечерам я не разрешала ему пить пиво. По сто раз звонила на работу, чтобы узнать, когда он вернётся. И после этого он называет меня навязчивой. Боже, какое это унижение. Согласен. В жизни не слыхал ничего более унизительного. А вот сейчас услышите. Константин, вы не могли бы сопровождать меня на церемонию золотой мегафон? Я с вами? Так, ни за что. А за 300 долларов? Я только пойду переоденусь, а вы купите себе букет пошикарнее. Ну, чтобы люди не думали, что я экономлю на женщинах. Неблагодарный. О, неблагодарный. Неблагодарный. Ах, Боже, какой был чудесный вечер. Да, и даже некоторая затянутость вашей нобелевской речи не смогла его испортить. Но я должна была всех поблагодарить за свою награду. Ну да, всех, кроме меня. А, бедный Константин. Я совсем забыла о вашей исключительной роли на этой церемонии. Да, о роли вашего сопровождающего. Ну, почему не совсем? Не совсем. Я хочу сказать, что без вас ни Максим, ни Виктория, ни еще два квартала не узнали бы о моем триумфе. Вернее сказать, пока не узнали. Но ведь завтра узнают. Не правда ли? А вы, оказывается, умеете острить? А вы, оказывается, умеете быть обходительным и галантным. Да? Да. Кстати, сколько я вам за это должна? Да, кстати, гусары с женщин денег не берут. Ну, разве что танец. Гусары с женщинами По-моему, нам опять пора к психотерапевту.